Здравствуйте! В эфире очередной выпуск программы «Политкухня» и я, ее ведущий, депутат Архангельского областного собрания Сергей Пивков. Тема сегодняшней передачи выбрана не случайно. Несколько дней назад в силу вступили изменения в Кодекс об административных правонарушениях, предусматривающие ответственность за перевозку пассажиров без карт маршрутов и хранение автобусов в ночное время вне установленных мест. Как заявляли официальные лица, нововведения должны существенно улучшить транспортное обслуживание, как в областном центре, так и по всему региону. Что ж, дело кажется благое – убрать с маршрутов всех нелегальных перевозчиков и в перспективе дать возможность уже легальным перевозчикам обновить свой автопарк. А то, согласитесь, автобусы сегодня в основном уж совсем никакие. И сколько уже было случаев, когда люди просто, извините, калечились по вине спешащих за рублем водителей пазиков. То голову в дверях зажмут, то на кочке так подкинет, что позвоночник ломается, то разгоняются и резко тормозят, не думая о людях. Даже горят во среди города. Да и сколько мы уже видели аварий с участием автобусов. И вот изменения в законодательстве должны вроде как многие негативные моменты подправить. Но началось все как-то не очень-то и гладко. СМИ запестряли заголовками об автоколлапсе, который произошел как минимум в Архангельске и Новодвинске. Жители северного округа столицы Поморья, как и жители города Бумажников, стояли в очереди на общественный транспорт, опаздывали на работу и никак не могли понять, что происходит. А происходило следующее. Так называемые нелегальные перевозчики просто не вышли на маршрут. Раньше они бывало еще как-то мирились со штрафами, но теперь они стали куда существеннее. До 300 тысяч рублей для юридического лица, до 5 тысяч для водителя и до 30 тысяч для должностного лица, выпустившего водителя на линию. Кто-то наверняка скажет и по делам, нечего тут ездить нелегально. Но разве виноваты водители так называемых маршруток, что не смогли они конкурс на перевозке выиграть? А ведь там достаточно качественные и неплохие автомобили марок Mercedes, Volkswagen, Peugeot и другие. Помнится, был у меня как-то разговор с одним из высокопоставленных чиновников транспортной сферы. И обсуждали мы как раз возможную ситуацию с вступлением в силу нового закона. Обсуждали и новые штрафы и последствия. Что примечательно, нечетко дали понять, что акцент в Минтрансе будут делать именно на крупных перевозчиках. На тех, у кого есть вместительные автобусы. Похоже, так и случилось. Конкурс выиграли крупные игроки. Но если для Архангельска крупные вместительные автобусы это еще актуально и даже необходимо взамен раздолбанных пазиков, то для Новодвинска это большой вопрос. Многим жителям города Бумажников было удобно сесть в комфортабельную маршрутку и минут через 30 уже быть в Архангельске. А теперь маршруток нет, водители пока остались без работы, на остановках появились очереди и люди были вынуждены толкаться в переполненных автобусах. Решать появившуюся проблему в Новодвинск выехал замминистра транспорта Архангельской области, который встретился с теми, кто стал теперь нелегалом. Общались, беседовали и нашли временные решения. Маршрутчики попробуют пока поработать на субподряде. На субподряде у счастливого обладателя маршрутной карты. Решение действительно временное и очень важно держать ситуацию на контроле. Повторение автоколлапса допустить нельзя и это понимают все участники процесса. Но еще важно не допустить и роста тарифов на пассажирские перевозки. А то монополия немногочисленных крупных игроков на рынке, как показывает практика, приводит именно к такому развитию событий. И здесь тоже нужно вовремя и четко реагировать. Вообще борьба перевозчиков, передел их сфер влияния для жителей Архангельской области штука не новая. Мы помним, как горели микроавтобусы, били стекла, резались шины и это ужасно. Кстати, новые требования закона обяжут собственников автотранспортных средств оставлять их на ночь только в установленном и охраняемом месте, что, надеюсь, позволит избежать повторения подобных криминальных всплесков. Но я не об этом. Главное, чтобы все эти, как и любые другие нововведения, шли на пользу жителям. В нашем случае обновился автопар, количество автобусов было достаточным, тарифы на прежнем уровне и, мне кажется, это тоже немаловажным, все-таки повысился уровень квалификации водителей. Начало пока, прямо скажем, так себе. Но думаю, что все можно решить, главное этим заниматься. Со своей стороны, конечно, готов помочь и поработать с возникшими проблемами, тем более уже получил ряд обращений и наказов от жителей. На этом я с вами прощаюсь и напоминаю, что свои вопросы и пожелания вы можете отправлять мне в социальных сетях, где найти меня нетрудно. Это был очередной выпуск программы Политкухня. До новых встреч!